Первые признаки катаракты – помутнение и пелена перед глазами, и они не проходят сами по себе. По мере прогрессирования площадь поражения расширяется, снижается яркость и контрастность цветов. Человек видит хуже и вблизи, и вдаль. Изменяется и внешний вид самого глаза. Зрачок начинает белеть. В глазу есть хрусталик, который как линза фокусирует лучи на сетчатку. С возрастом, либо другие какие-то причины. Человек принимает какие-то препараты, которые вызывают катаракту. Катаракта есть травматическая, то есть есть ряд факторов, которые приводят к тому, что хрусталик может помутнеть. И вот эта линза, которая в нормальных условиях прозрачная, в определенных условиях она может мутнеть. Это и называется катаракта. В центре микрохирургии глаза Макарчука пациенты с катарактой – одна из самых многочисленных категорий, что, впрочем, общемировая тенденция. Единственное эффективное средство борьбы – операция замена хрусталика на искусственный. В центре имплантируют линзы американского производства. Катаракта находится в такой оболочке, в мешке. Наша задача при помощи воды ее вымыть из этого мешочка. И в этот же родной мешочек, в том, где был родной хрусталик, имплантировать, поставить новый хрусталичек. Тогда оптическая зона становится прозрачной, и информация свободно поступает в глаз. И уже новый хрусталик, он фокусирует изображение на сетчатке. Длится вмешательство порядка 15-20 минут. Используется местная анестезия. Как раз такие четверть часа внесли серьезные изменения в жизнь Валентины Шолош. Восемь лет женщина передвигалась на ощупь. Первые слова после операции – «Доктор, я вас вижу». И тут, как говорится, больше нечего добавить. Я уже спросила, она мне сказала, что она уже видит этим глазом. Мы очень довольны. Также в свое время решил проблему еще один из пациентов центра – Олег Горбуненко. Мужчина признается, не представляет жизни без гор. А там нужны здоровые глаза. Болезнь свою заметил вовремя и сегодня уже проверил качество оказанной помощи. Глаза лыжами обкатаны и пригодны для активной жизни. Буквально 15-20 минут побыл там. Ничего особенного я не чувствовал, никаких нет. Заклеили глазик. На следующий день утром, это еще суток не прошло, пришел сюда на осмотр. Мне сняли. Я, по правде говоря, зажмурился, потому что до того все ярко было. Контрастность такая, что у меня прирождения такое не было. Я, по правде говоря, испугался. Посмотрел, Константин Васильевич посмотрел, проверил меня вблизи. По-моему, он тоже удивился, что на второй день после операции у меня полностью все как будто тоже вдали проверил, вблизи. Переговорили с коллегой, говорит, ну удивительно, ну факт. Катаракту окружают немало мифов. Первый – она должна вызреть. Нужно выждать время, когда поражение станет тотальным. Это неверно. Избежать вмешательства не удастся, а операция лишь усложнится. Второй миф – можно обойтись без операции. Нельзя. Замедлить прогрессирование болезни – да. Излечить – нет. Миф третий – за помощью надо ехать за рубеж. Не надо. Уже давно. Наши доктора внедряют в практику современные технологии, используют передовое оборудование. Сегодня все чаще за помощью едут к нам. Экспорт услуг развивается и в центре Макарчука. Проблема появилась около полугода назад. В центре Макарчука взялись за ее решение. Заменили хрусталик в правом глазу. Сегодня с ним все прекрасно. Необходимо сделать такую же операцию и на левом. Надеюсь, скоро все произойдет. Одним словом, если проблема такая есть, ее надо решать. В центре Макарчука сделают все возможное, а порой и невозможное, чтобы помочь вам в этом вопросе. Клиника находится в Бресте. Ее адрес – Республиканская, 10А42.